Беларусь, Туркменистан. Шаг навстречу. О чем договорились президенты двух стран на переговорах в Минске? Что сегодня объединяет государство и какими выгодными контрактами обогатится будущее взаимодействие? В эфире программа «Реальная дипломатия» и я ее ведущий Анатолий Липецкий. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы — Туркменистан. На просторах СНГ нет страны более экзотической и одновременно закрытой от любопытных глаз. О ней ходит множество легенд и совершенно невероятных мифов. Это государство с едва ли не самой древней историей на Земле. Именно здесь зарождались первые цивилизации, по этим землям проходили караванные маршруты Великого Шелкового пути. Современный Туркменистан — это невероятное сочетание пустыни, широкомасштабного строительства, вековой истории и древней мудрости Востока. Ахалтыкинские скакуны и колоритные народные свадьбы, тюбитейки и плов, знаменитые ковры и медовые дыни. Все самое интересное об этой удивительной стране в нашем дайджесте. Одна из самых интересных стран Средней Азии — Туркменистан. Большую его часть укрывают барханы Каракум, крупнейшие на земле пустыни. Но этот край способен удивить природой. Здесь встречаются горы, реки, пещеры, зеленые оазисы и море. Некогда центр Великого Шелкового пути Туркменистан усеян памятниками истории и культуры, а местные жители чтят и бережно хранят многовековые традиции. Страна по праву гордится своим ковровым искусством. Туркменистан считается колыбелью этого ремесла. Говорят, именно здесь был создан первый в мире ковер. Работа над одним таким шедевром забирает огромное количество сил. Если их перевести в электроэнергию, хватит на освещение небольшого городка в течение 8 часов. Сегодня тайные технологии ткачества передаются из поколения в поколение. Еще один символ туркменского искусства – традиционная одежда. Местные почитают национальный костюм не только из-за уважения к традиции. Это настоящее спасение в жарком и сухом климате. Самый популярный предмет гардероба – целпек. Мохнатая белая шапка из овчины – идеальная защита от изнурительного зноя. Яркие костюмы и ковры – только часть сокровищ, которые придают Туркменистану особый колорит. На протяжении тысячелетий ходило немало легенд об известных на весь мир ахалтикинских скакунах. По преданию, они произошли от небесных коней. Еще в V веке до н.э. Геродот писал, что туранцы – далекие предки туркмен – избрали этих животных символом солнца. Ахалтикинцы – порода, сохранившая древнюю кровь. Ее не скрещивали ни с какими другими мастями. На Руси чистокровных южных коней называли аргамаками. Рысаки были гордостью царских конюшен. Они считались драгоценным подарком и солидной контрибуцией. Как и все народы Центральной Азии, туркмены очень любят чай. Напиток, особенно зимой, заваривают не на воде, а на молоке с добавлением сливочного масла. Получается сытное блюдо, что-то наподобие супа. Но визитная карточка национальной кухни – плов, по-туркменски аш. Способов его приготовления десятки, но основных ингредиентов всего два – рис и мясо. Потом уже к ним добавляют овощи, приправы, сухофрукты. Самый большой город Туркменистана, столица Ашхабад, лежит на одной широте с Афинами и Сан-Франциско. Индустриальный и научный центр за последние десятилетия приобрел белоснежное мраморное сияние. Он стал похож на сказочный город из «Тысячи и одной ночи», но только более современный. Административные объекты, жилые дома, новые школы и даже детские сады – всего более полутысячи зданий в облицовке из камня. Достижение под стать книге рекордов. Город с завидным постоянством мелькает на страницах книги Гиннеса. В почетный список уже занесены колесо обозрения, флагшток, фонтанный комплекс и огромное архитектурное изображение звезды на телебашне. В Ашхабаде множество правительственных учреждений, представительств и достопримечательностей, например, монумент нейтралитета. Страна не входит ни в какие силовые блоки и не участвует в вооруженных конфликтах. Миролюбивый курс закреплен резолюцией ООН. Ну а сейчас Туркменистан готовится к историческому спортивному событию. В 2017-м здесь пройдут азиатские игры в помещениях. Право принять масштабный форум получил Ашхабад. Одним из главных объектов соревнований станет Олимпийский городок со множеством спортивных арен, инфраструктурных объектов, в том числе паралимпийским комплексом и реабилитационным центром. На игры приедут спортсмены из 62 стран. Стоимость проекта оценивается в миллиарды долларов. Такому центру аналогов в регионе нет. Политической традицией стали ежегодные встречи лидеров Беларуси и Туркменистана. Президентов связывает не только работа, но и искренняя дружба. Это позитивно сказывается в первую очередь на экономическом сотрудничестве. Не стал исключением и майский визит группу Нгулы и Берды Мухамедова в Минск. На высшем уровне состоялось несколько раундов переговоров. Подписан пакет из десятка документов. Главы государств приняли участие в церемонии открытия нового комплекса зданий ДИП-представительства Туркменистана в Минске. Лидеры стран отметили, посольство станет настоящим центром притяжения в партнерстве двух стран. Алексей Адашкин продолжит. Сталь, завернутая в шелк. Так часто говорят об ахалтыкинцах. Это порода скакунов – национальная гордость Туркменистана. В декабре прошлого года кортеж белорусского президента в Ашхабаде сопровождали всадники именно на ахалтыкинцах. Полгода спустя в Минске уже не менее торжественно встречали туркменского лидера. Александр Лукашенко лично приветствовал своего коллегу и друга. Одной из первых тем, которую смогли обсудить лидеры по пути в зал переговоров, стали именно ахалтыкинцы. Дворец независимости сегодня украшает вот эта картина с легендарными скакунами, подаренная президентом Туркменистана два года назад. Гурбангулы Берды Мухамедов – подлинный знаток и ценитель лошадей. Даже книгу написал о туркменских скакунах. Поэтому Александр Лукашенко презентовал своему коллеге вот такой живописный подарок. Как перевести взаимный товарооборот на галоп? Об этом говорили президенты. Сначала почти два часа в формате один на один, после с участием делегаций. Взаимовыгодная торговля является основой белорусско-туркменских отношений. Мы наметили новые перспективы и обозначили конкретные проекты взаимного сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и науки. Обе стороны согласились с тем, что потенциал нашего партнерства значительно выше. Беларусь готова участвовать в модернизации экономики Туркменистана путем поставок современной сельхозтехники, автомобильной, пассажирской. В политической сфере у нас нет с нашими туркменскими друзьями абсолютно никаких проблем. Мы с удовлетворением отмечаем схожесть наших подходов во внешней политике, нашего видения международной региональной ситуации. В Беларуси и Туркменистане традиционно поддерживают друг друга на международных площадках. Я абсолютно уверен, что так будет и впредь. Рекордным по товарообороту между Минском и Ашхабадом стал 2013 год. Туркменистан занимает четвертое место в мире по добыче газа. И падение цен на углеводороды ухудшило экономические показатели этой страны. Привело это и к сокращению торговли с Беларусью. Однако уже в 2016-м активность продаж существенно увеличилась, более чем на 70%. Беларусь поставляет в Туркменистан технику, оборудование для электрической аппаратуры, подъемные краны, лекарства, трансформаторы, трубы и металлоконструкции. В этой центрально-азиатской стране мы закупаем нефтепродукты, хлопчатобумажную пряжу, шерсть и другие товары. Правда, белорусский экспорт в текущем году примерно в 14 раз превосходит туркменский импорт. В Ашхабаде понимают, что на одном газу далеко не уедешь. Поэтому начали развивать другие сферы экономики. Для перевода народного хозяйства на инновационные рельсы необходимы кадры, технологии и машины со станками. Все это есть у Беларуси. Официальный визит в Республику Беларусь мы рассматриваем еще как один важный шаг на пути дальнейшего укрепления отношений между двумя странами. То есть расширение сфер нашего партнерства и выхода еще далее на перспективные направления. Сегодня мы можем и с уверенностью говорить о том, что туркмены к белорусскому отношению имеют долгосрочное, но и стратегическое партнерство. Они, я хотел бы подчеркнуть, не подвержены особенностям внешней конъюнктуры и не нацелены на последовательное созидательное развитие именно во благо наших народов. Сельское хозяйство, перерабатывающая отрасль, транспорт, IT-сфера и производство беспилотников. А еще масштабные инфраструктурные проекты. Вот стержневые направления кооперации между двумя странами. В прошлом году взаимный товарооборот составил чуть более 93 миллионов долларов. Причем зафиксирован существенный рост объемов торговли услугами до 133 миллионов долларов. Из них 123 миллиона – это заработок белорусских строительных и финансовых организаций в Туркменистане. Мне известно, что Туркменистан уделяет значительное внимание развитию транспортной сети. Мне сегодня особенно показалось, что президент заболел этой темой логистики, транспорта и так далее. Он видит большую перспективу в развитии самой страны в связи с этим. Абсолютно согласен. И совместное проектирование инфраструктуры железных дорог в вашей стране, соответствующее обучение персонала, позволит вам в дальнейшем самостоятельно решать сложные технические задачи. Мы готовы подключаться, как мы с вами договорились, и к этим проектам. Мы имеем возможности для участия в строительстве туркменских магистралей, в том числе на условиях субподряда. Самым масштабным белорусско-туркменским проектом стало строительство Горлыкского горнообогатительного комбината. Основные работы на объекте в пустыне возле афганской границы начались в 2012-м. Стоимость контракта на строительство комбината под ключ – 1 миллиард долларов. Для нас это важный имиджевый проект, который для всей Центральной Азии станет демонстрацией наших возможностей. Вместе с тем, это еще и шанс закрепиться на рынке Туркменистана всерьез и надолго. В планировании некоторых, особенно крупных объектов, которые мы строим по договоренности в Туркменистане, есть всегда проблемы, иногда тяжелые вопросы, но не было тех проблем и вопросов, которые бы мы не могли решить. Президент, может быть, не столь ярко и открыто заметил, как я, вчера им сказанное. Это для меня очень важно, я хочу, чтобы наша делегация это запомнила. Он сказал один на один мне следующее. Говорит, ты знаешь, там в Туркменистане Беларусь создала прекрасную промышленную базу для строительства, ну, в данном случае, горлыкского комбината, горлыке горнообогатительного. Эту производственную базу потерять Туркменистан не должен. Мы найдем вам объекты, где вы будете использовать и не один год эту базу. Это говорит о многом. Это говорит об убежденности главы государства в том, что белорусы умеют и должны работать в том числе и на Туркменской земле. И в экономике, и в политике между нашими странами полное понимание. Подтверждает это совместное заявление глав государств, завизированное лидерами по итогам переговоров. Всего же подписано около десятка документов, в их числе соглашения в сфере торговли, культуры, спорта, теле- и радиовещания и образования. Домом дружбы и сотрудничества Минска и Ашхабада стало вот это беломраморное здание на проспекте Победителей в Минске. Через полтора года после начала строительства свои двери для посетителей открыло новое посольство Туркменистана. Первые почетные гости – лидеры двух стран. Торжественная церемония новоселья прошла с восточным колоритом. Посольство с видом на Дворец независимости станет центром притяжения белорусско-туркменского сотрудничества. Активными сторонниками дружбы двух стран наверняка будут и те 9 тысяч туркменских студентов, которые сейчас обучаются в наших вузах. Ну а живым символом растущих отношений между Минском и Ашхабадом станет вот эта ель. Вечно зеленое дерево Гурбангулы Берды Мухамедов посадил на аллее почетных гостей Дворца независимости, не без дружеской поддержки своего белорусского коллеги. Алексей Адашкин, Николай Лошкевич и Виталий Селявка. Реальная дипломатия. Итак, Беларусь, Туркменистан. Интересы, проекты, перспективы. О сотрудничестве стран поговорим с гостем программы, политическим аналитиком Петром Петровским. Петр, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию, согласились ответить на вопрос. И вот он первый. Торговля в основе взаимоотношений. Но зафиксировано снижение товарооборота. Это объективная причина или может быть мы что-то просмотрели и что делается, что нужно делать? Снижение торгового оборота с Туркменистаном связано прежде всего с ценами на энергоносители. Способность Туркменистана, например, закупать нашу технику, модернизировать собственную экономику за счет наших индустриальных ресурсов прямо зависит от именно цен на нефть и газ, которыми Туркменистан торгует. В связи с тем, что в этом году экстремально низкие цены на энергоносители мы видим и уменьшение платежеспособности Туркменского правительства, Туркменского государства. Поэтому данный процесс является глобальным. Однако уже, как прогнозируют многочисленные эксперты, экономисты, в следующем году цены на энергоносители пойдут вверх. И я думаю, что наша торговля выровняется на этом направлении. То есть делать из этого временной сложности какую-то проблему, на мой взгляд, не имеет смысла. Торговые дома, сотрудничество в рамках торговых домов, оно имеет свою специфику применительно к Туркменистану? Торговые дома можно использовать применительно к любому государству. Вопрос в другом. Как работает торговый дом? Если мы возьмем, например, Армению, там торговому дому надо делать акцент именно на компаниях частных, частных рынках. То есть работать именно по западной схеме с частниками. В Туркменистане надо делать акцент на государству, в связи с его превалирующей долей государства в экономике. То есть работать с правительством, с ведомствами соответствующими, предлагать продукцию. В частном секторе, наверное, только товары легкой промышленности, либо потребительские товары. Все остальное придется, наверное, где-то на 80% реализовывать при помощи государства. Горлыкский горнообогатительный комбинат, на слуху у всех, масштабнейший проект. На какой стадии, и в принципе все ли понимают о дивидендах, вот обыватель? Государство-то наверняка знали, когда подписывали контракт. Объясните нам, что оба государства получат в результате? На мой взгляд, сегодня проект идет на завершающей стадии. Он уже достраивается, как говорится. Скоро будет введен полностью в эксплуатацию. Сегодня просто происходит некоторое переформатирование бизнес-плана, как говорится, некоторые ресурсы переводятся из одной строчки смет и в другую строчку смет. Но это, опять же, технический момент. И я думаю, что, несмотря на некоторые сложности, вызванные в том числе и некоторыми просчетами первоначальными в смете, я думаю, что они наверстаются после ввода комбината в строй и реализации уже продукции готовой, в том числе и белорусской стороной. То есть Беларусь является бенефициаром в этом направлении, технологическим прежде всего. И поэтому она будет являться на первых порах и главным получателем выгод в этом направлении. Поэтому, на мой взгляд, сегодня это один из масштабнейших и важнейших проектов белорусского государства вне Беларуси. А что еще в копилке? Что еще в портфеле проектов? Мы уже говорили про индустриальную модернизацию Туркменистана. Для Туркмении это очень важная тема. Это с советских времен было так, что Беларусь, одна из стран Советского Союза, наиболее развитых, являлась бенефициаром технологий, средств для развития среднеазиатских республик, в том числе Туркменистана. И это, прежде всего, сельское хозяйство, то есть модернизация техники, особенно хлопкоуборочные комбайны. Это модернизация подвижного состава железной дороги. Вот у нас комбинат вводится в строй, а для комбината очень хорошие вагоны, которые делаются в Могилеве для перевозки той же самой калийной соли. Это модернизация городского транспорта, коммунального транспорта для Туркменистана. И возможное создание, в принципе, в плане этого, это все есть, сервисного центра. И в перспективе даже сборки белорусской техники в самом Туркменистане. То есть в этом направлении широкий пласт работы. Второе направление – это, конечно же, безопасность. Не секрет, что многочисленные туркменские специалисты проходили у нас и стажировку, и подготовку. И что немаловажно в связи с проблемами с ИГИЛ, и мы видим, что, например, Туркменистан наименьшим образом задействован в этой проблематике. И третье – это тоже связано с модернизацией, созданием, подготовкой специалистов в Туркменистане, туркменских специалистов в Белоруссии в наиболее востребованных специальностях. Беларусь, можно сказать, лидер по подготовке за границей туркменских специалистов. Это связано, конечно, с особенностями туркменской системы образования. Не секрет, что она в Советском Союзе не успела развиться на тот уровень, на который вышла Республика Беларусь. И в этом направлении, на мой взгляд, мы работаем достаточно качественно. Широкие масштабы взяли. И в том числе, кстати, белорусы могут ездить в Туркменистан. Но уже, наверное, по более узким. По более узким специальностям, именно в гуманитарной сфере, в международные отношения, может, геология. И изучать именно регион, особенности культуры быта. Потому что Туркменистан – это близкое и к Азербайджану государство, и государство близкое к Турции. Изучая этот регион, мы выходим также на Иран. То есть Туркменистан – это большой прикаспийский ключ к Средней Азии. Новое издание Туркменского посольства – это просто узкий дипломатический шаг, ход, просто такой шаг вперед развития. Либо же это, предположительно, слово «выгода». Какая? Кроме интенсификации, естественно, отношений. Дипломатическое представительство, когда оно окрупляется, это прежде всего несколько составляющих. Первое, конечно, функциональное самое составляющее – это укропнение за счет экономического представительства. Увеличиваются экономические связи, потребность возникает в большем количестве сотрудников самого посольства автоматически. Со второй стороны, конечно, это престиж. То есть большое посольство Туркменистана иллюстрирует отношения Туркменистана к Республике Беларусь. Третье – это, конечно, выход на новый уровень политических отношений. Наверное, самое интенсивное политическое отношение Туркменистана с какой-либо другой страной – это прежде всего с Беларусью. Не секрет, что другие страны, которые находятся в том числе в регионе Средней Азии, не имеют таких столь интенсивных отношений с Туркменистаном, как Беларусь. То есть даже Россия, которая является глобальным игроком, к сожалению, или к счастью, это уже нашим российским коллегам определять, она не имеет такого уровня отношений с Туркменистаном. Петр, спасибо вам большое за то, что пришли в нашу студию и ответили на наш вопрос. О перспективах сотрудничества Беларуси и Туркменистана мы говорили с гостем студии, политическим аналитиком Петром Петровским. В Центральной Азии Беларусь называют не иначе, как кузницей кадров. Сегодня в наших вузах высшее образование получает более 9 тысяч туркменских студентов. Среди самых популярных специальностей – технические и естественно-научные. Как живут и учатся туркмены в Беларуси, Антонина Станкевич встретилась со студентами и даже научилась готовить настоящий туркменский плов. На летние каникулы Кемира Размедов студент 4-го курса БГУИР отправится чуть позже однокурсников. Все-таки до дома более 4 тысяч километров и почти 4 часа лету. Полтора месяца в кругу семьи, а там уже снова на учебу. Парень из солнечного Туркменистана еще после школы выбрал университет, а уже через год получит белорусский диплом, который в его стране весьма котируется. Беларусь больше развита именно по техническим направлениям. И БГУИР я считаю, что это одна из лучших университетов именно по техническому направлению, именно по разе электроники. И поэтому, думаю, это очень хороший вариант. И по сравнению с БГУИР это дешевле. В студенческом общежитии Кемиру досталось место в интернациональном блоке. В одной комнате студенты из Беларуси и России, а рядом соседи и вовсе из далека Нигерии. Сегодня только в БГУИР обучаются несколько десятков студентов из Туркменистана. За несколько лет учебы им удалось подружиться со сверстниками из Беларуси. Кемира Размедов даже научил соседей готовить настоящий туркменский плов. В отличие от узбекского, например, для его приготовления практически не используются специи. Для хорошего туркменского плова, то это обязательно из Барани должно быть. Если молодой Баран, то он, естественно, мягче мяса и сочнее. И готовить быстрее получается. То есть, чем возрослее Баран, то он уже жестче структурой мяса, и поэтому готовить будет больше. Но мы сегодня, конечно, из Барани не будем в Меске, это недорого и нелегко найти Баранину. Будем из курицы делать. Процесс довольно небыстрый. Приготовление настоящего плова занимает, в лучшем случае, около двух часов. Впрочем, гости парней, а каждого угощают именно этим традиционным блюдом, уверяют, ожидание того стоит. Соседи туркменов по этажу признаются, уже освоили приготовление национального блюда. Сковородки в кастрюле, скажем так, то же самое сделать нельзя? Нет, сковородки. Мы пробовали. Да, не только получается. Мы готовили кастрюлю плова. Нет. Во-первых, он подгорает в кастрюле. Да, по-моему. А в Казани, как-то странно, тут у него... Ну, я не знаю, там, что-то чудо, но у него как-то ли стерки так сделаны. Он не подгорает, не прилипает. Тут никакого чуда нет, никакого покрытия, ничего. Можно жарить сюда, там, в тифоновой кастрюле, но все равно вкусы все отличаться будет заметно. Благодаря такому интернациональному составу студентов в этом общежитии Бугуир даже появилась кулинарная школа. Студенты из разных стран осваивают приготовление блюд из различных кухонь мира. Так что голодные студенческие годы – это, как минимум, не про университет информатики и радиоэлектроники. В свободное от учебы время для иностранных студентов богатая культурная программа. Вечера национальных культур, образовательные и спортивные лагеря, участие в студенческом самоуправлении. В этом смысле учеба в Беларуси для студентов из Туркменистана становится еще более привлекательной. И гости признаются – по этим пяти годам точно будут скучать. Из Беларуси и то, что я не увижу у себя – это леса. И, наверное, по ком я буду скучать или по чем, так это по лесам белорусским. Вот это реально, о чем я буду скучать. Ну, а я, наверное, о драниках, которые здесь можно приготовить из национальной картошки, национального блюда. По окончании вуза студенты из Туркменистана уезжают домой. Таковы условия. Как правило, обучение оплачивает государство и гарантирует первое рабочее место. И студенты возвращаются домой весьма охотно, ведь они знают – с белорусским образованием на своем рынке труда станут весьма востребованными специалистами. Антонина Станкевич и Иван Мартынович – «Реальная дипломатия». Как гласит туркменская поговорка, чем больше плодов на дереве, тем ниже его верхушка. Беларусь и Туркменистан создали прочную основу для существенного расширения всего спектра сотрудничества. В эфире «Беларусь-24» была программа «Реальная дипломатия». Встретимся в это же время через две недели. Смотрите нас и на сайте беларусь24.by. В студии был Анатолий Лепецкий. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!